в данном видеоуроке рассмотрим проектирование межкомнатных перегородок система подвесная 4 в одном перейдем в меню бинару проекты создадим новый проект скажем заказчика вы можете создать нового заказчика либо выбрать из списка если вы вносили его ранее сохраняем появился наш проект заходим в проект и сразу перейдем к проектированию заходим 3d-планы вы можете установить проем для дверей если это необходимо например у вас двери с креплением на стену либо проектировать сразу двери в помещении задаем необходимые габаритные размеры высоту глубину помещения теперь покрасим все стены применить окрасим пол выбирайте выделение применить и также потолок чтобы наше помещение было эстетично теперь перейдем в каталог дверей двери система четыре в одном если вам необходимы поворотные двери это двери распашные с нашим регулируемым поворотным механизмом то мы берем двери из этой папочки дверь правая левая либо две двери если необходимы подвесные двери мы берем их из этой папочки распашные с нашим традиционным распашным механизмом системы четыре в одном также левая правая дверь или две двери значит берем двери модельку из этой папки складные двери аналогично одна дверь с открытием влево либо вправо либо две двери двери стационарные которые не двигаются разные вариации по количеству дверей а также по типу крепления выбираем необходимое модели дверей ставки находятся в этой папке и элементы для замены ручки рейлинг ручки грязные и так самый распространенный тип перегородок межкомнатных это конечно же подвесные двери система четыре в одном без нижней направляющей заходим в папку подвесные корни папки лежат подвесные двери стрелочка указано направление движения двери здесь двери с установкой в проем то есть у вас крепление трека идет непосредственно к потолку вот такие двери распространенные варианты да например одна подвесная дверь разные варианты движения если стрелка вдруг перечеркнута или просто черта стоит значит эта комплектация со стационарными дверьми и в аббриатуре написано stc то есть подвесные двери плюс стационарные на схеме видно что две двери у нас подвесные двигаются в стороны крайние двери стационарные ориентируйтесь по аббревиатуре и схеме расположения дверей выбирайте тот вариант который нужен далее если вам необходимо установить подвесные двери на стену то мы берем модельку именно из папки на стену так как здесь будут включены жесткие уголки для крепления подвесного трека к стене и также будет возможность закрыть торец направляющий боковой декоративной накладкой и уголком заглушки декоративной поэтому если вам необходимы двери подвесные с креплением на стену разные варианты то мы берем их именно из папки на стену это очень важно для того чтобы у вас все комплектующие корректно были рассчитаны в смете также если вам необходимы две двери на одной направляющей с креплением на стену видим уголки но также с механизмом синхронного открывания двух дверей посмотрите аббревиатуру с о синхронное открывание это будет означать что в смете отражается комплектность механизма синхронного открывания двух дверей далее папка последовательно синхронное открывание для двух дверей расположенных двух плоскостях то есть каждая на своей направляющей и снабженным механизмом уже последовательно синхронного открывания двери уезжают либо влево либо вправо если нужен такой вариант и здесь у нас уже крепление только к потолку то есть крепление в проем стене не может быть таких вариантов поскольку подвесной трек крепится только в количестве одной штуки к стене нужны двери с механизмом последовательно синхронного открывания модели берем тогда из этой папки и можно расшифровать аббревиатуры по плюс с о это последовательно синхронное открывание и в смете будет отражаться именно этот механизм далее папка последовательное открывание здесь двери снабженные механизмом только последовательного открывания синхронного не будет и разные варианты двери влево двери вправо и комбинация две двери последовательного открывания уезжают вправо третья дверь стационарная не двигается также разные варианты по означает последовательное открывание стц дверь стационарная если нужны какие-то такие двери берем модельку из этой папки также папка синхронное открывание мы уже рассматривали аббревиатуру с о синхронное открывание и двери подвесные но здесь уже крепление в проем нет уголков жестких для крепления к стене и также самые популярные варианты дверей сдоб ролика то есть ход подвесной двери мы глушим дополнительным нижним роликом двери устанавливается в проем разные варианты перечеркнутая стрелочка означает что ход данной подвесной двери например справа заглушен дополнительным нижним роликом если вы приблизите максимально двери увидите что у правой двери сейчас снизу два нижних ролика и двигаться будет только левая дверь ход правой двери заглушен также можно выбрать вариант смотрите по стрелочкам перечеркнутая стрелка означает ход двери заглушен например три двери у нас ход крайних дверей заглушен центральная двигается вправо ход центральной двери заглушен и так далее также можно выбрать вариант когда у нас используются механизмы синхронного открывания с по если необходимы такие двери и вот это наш самый распространенный вариант то выбираем данную модельку смотрим по аббревиатуре также можно выбрать двери подвесные все три ход крайней правой или левой двери заглушен дополнительным нижним роликом и данные двери оснащены механизмом последовательно синхронного открывания о чем свидетельствует аббревиатура p o плюс s o получается у нас крайняя дверь ход заглушен двумя нижними роликами с площадкой на эти две двери подвесные установлен механизм последовательно синхронного открывания аббревиатура p o плюс s o последовательно синхронное открывание будьте внимательны при выборе необходимой модели от этого зависит смета итак у нас в задании двери подвесные все четыре двери две двери снабжены механизмом синхронного открывания стоят доводчики крайние двери заглушены дополнительным нижним роликом приступим к проектированию то есть нам нужны четыре подвесные двери крепления в проем с дополнительным нижним роликом и механизмом синхронного открывания двух центральных дверей перейдем в бинару мы находимся в папке с доп роликом и выберем необходимый вариант вот такой бы подвесные четыре двери механизм синхронного открывания и крайние двери заглушены с дополнительными роликами две двери по центру двигаются вытаскиваем необходимый вариант развернем установим в проеме допустим при длине 4 метра от края зададим ширину высоту дверей ширина 3 200 по умолчанию высота у нас будет 2700 миллиметров выберем заливку с линиями также установим доводчик для второй и третьей двери нас по заданию по одному доводчику на дверь выберем тип шлегеля ворс или полиулетан также выберем дополнительные пластины для нижнего ролика с площадкой для регулировки неровности проема по факту монтажа например можно выбрать 4 8 штук или 10 штук это пластины дополнительные выберем декор профилей системой 4 в 1 у нас по заданию были черный матовый также можно выбрать положение шлегелей чаще всего на подвесные двери ставят шлегель там где двери двигаются если крайние двери заглушены можно шлегель не устанавливать установить только пластиковые заглушки которые закрывают отверстия в раме двери оставшиеся после сборки поэтому можно выбрать положение шлегелей например вот такой вариант на левой двери шлегель будет по обеим сторонам по бокам на правой двери только с одной стороны чтобы обеспечить контакт смыкание двух дверей в одной плоскости также выберем декор уплотнителя того же шлегеля полиулетанова цвет профилей можно отключить ручной выбор цвета шлегеля тогда в автомате будет подбираться цвет шлегеля и так мы создали двери здесь по умолчанию уже идут ручки врезные для того чтобы было удобно открывать такие двери если нужно эти ручки убрать вдруг клиент не хочет но мы не советуем потому что профиль fusion с тыльной стороны плоский конечно нужен зацеп для пальчиков и ручка врезная нужна вы можете перейти в элементы и через control заменить ручку с последующим удалением вернемся в папку система 4 в 1 выберем модели дверей у нас задание 11 модель и наполнение везде стекло grey satin up серое стекло ручки есть идем в папку модели дверей ищем необходимую модель перетягиваем на двери теперь выберем наполнение вставка в таких дверях может быть односторонний стекло 4 миллиметра может быть плитный материал толщиной 10 миллиметров может двусторонняя вставка из зеркал 8 миллиметров например клиент хочет зеркальные двери с обеих сторон в качестве межкомнатной перегородки выбираем зависимости от того какая вставка необходима у нас если стекло grey естественно она ставится стекло в единичном количестве и нам нужна вставка 4 миллиметра перетягиваем можно нажать заменить все replace all и теперь в свойствах дверей свойства элементов выбираем необходимое стекло у нас стекло серое матовое двери почти готовы у нас также необходимо поставить вторую декоративную накладку с тыльной стороны чтобы спрятать видимость механизмов подвесной двери поэтому мы выходим из системы 4 в 1 заходит дополнительные комплектующие если вам нужны заглушки для системы стандарт для треков нижних верхних либо для системы slimline нижние треки заглушить нового и так далее то можно перетащить дополнительные комплектующие и установить также например накладка декоративная тоже находится в этой папке мы вытаскиваем и устанавливаем вторую накладку смотрите чтобы она попала на центр и у нас получилась вторая декоративная накладка с тыльной стороны дверей если вам вдруг для подвесных треков нужны боковые декоративные накладки выбор заглушки либо нужно поставить дополнительная направляющую верхнюю для стационарных дверей и скрытого варианта монтажа без зазоров то можно заменить либо дополнить элементы из папки дополнительные комплектующие получились у нас вот такие двери вот крайних заглушен центральные двери двигаются и используем механизм синхронного открывания двух дверей проект готов приступаем к формированию необходимой документации нажимаем на фотоаппарат делаем снимки проекта добавить к проекту ждем загрузку еще раз добавить к проекту закроем двери и конечно же будем задавать габаритные размеры изделия это необходимо для приложения номер один берем инструмент построить размер немножко не попали на 1 миллиметр вручную отредактируем 3200 миллиметров ширина указываем габаритную высоту можем указать также габаритную глубину делаем снимок для приложения номер один добавить к проекту ждем загрузку теперь сделаем вид две декоративные накладки два трека еще один снимок добавить к проекту перейдем к формированию сметы нажимаем смета ожидаем расчет стоимости расчет сформировался мы можем увидеть цвет профилей какое наполнение использовано какие комплектующие в том числе механизм синхронного открывания сколько комплектов нижних роликов установим скидку на двери можно добавить комментарий сохранить перейдем карточку проекта нажимаем загрузить изображение наше изображение загрузились выбираем комнату нам необходимо создать новый заказ вписываем заказчика сохранить внизу видим изображение проекта можно добавить описание заметки комментарии сохраняем теперь переходим к созданию заказа заказа вписываем наименование заказа номер договора дата заключения договора фио замерщик фио дизайнера салон адрес заказчика согласно паспортным данным если адрес доставки совпадает выделяем копируем и вставляем адрес доставки проект подтянулся стоимость со скидкой также добавляем необходимые услуги эта доставка вписываем необходимую стоимость конечно же подъем монтаж может быть замер и так далее любые услуги можно внести и указать и того услуги стоимость заказа указываем предоплату можно округлить до целой суммы этом процент будет пересчитан также можете указать комментарии сохранить теперь распечатываем все необходимые документы нажимаем на принтер заказ наше приложение номер один обязательно с размерами спецификация коммерческое предложение договор любой документ можно распечатать нажав на печать можно сохранить pdf закроем печать pdf и скачать заказ готов